мы продолжаем это идеальная свадьба советы профессионалов и сегодня с нами альфина шабалина которые расскажут нам все секреты и тонкости свадебного декора как его выбрать как найти для начала как найти это сфера в которой только сарафанное радио гарантирует что все будет хорошо или можно смело тоже ориентироваться на какую-то рекламу просто в интернете на каких-то сайтах порталах сейчас очень много мне кажется в визуальной картинке да и там в соцсетях играет instagram в инстаграме очень много невест они они смотрят они постоянно там бывают каких-то там пабликах о свадьбе да они смотрят какие делают там съемки свадьбы какие происходят там москве и за границей кто-то что-то там сделал новое ну то есть вот любит у нас как-то да народ за счет социальных сетей получать новую информацию и визуально она да там достаточно быстро к нам поступает достаточно по хэштегу что-нибудь набрать или по гео локации своего ресторана которого выбрали на свадьбу и начали что там что сделали такого интересного ну то есть на самом деле сарафанное радио это хорошо но опять же да запросы ваших друзей могут не соответствовать вашим запросам поэтому здесь тоже нужно быть очень и ожидание критерий да 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 критерий качества и прочее да то есть даже если вам друзья посоветовали декораторы которые там супер отлично у них отработал и сделал там визуально классную картинку да нужно смотреть подойдет ли он вам да то есть обязательно нужно посмотреть работы найти портфолио и не одну там две свадьбы а все что делается человек потому что даже самых маленьких например свадьбах с небольшим бюджетом все равно раскрывается стилистически подкован человек или нет вот точно так же как может быть декоратора которого вы выберете работает от крупных бюджетов да и он там переделывает полностью локацию то есть создает вау-эффект настолько что может быть вы финансово можете это не потянуть примеру да то есть нужно по портфолио ориентироваться по обязательно по встрече с человеком по вашему общению вот потому что каким бы хорошим не был там декоратор если у вас не складывается вот общение взаимодействие то может быть вам не стоит работать с этим человеком такие моменты где найти я понял да то есть это и социальные сети и в принципе сарафанное радио но опять же внимательно смотреть потому что это не гарантирует нам ничего иногда кстати декоратор взаимодействует с площадками да то есть с ресторанами с банкетными залами и в данном случае тоже не стоит отжидать того что ой нам предложили вот студию декора вы посмотрите как они работают потому что чаще всего есть какие-то бонусы которые предлагают декораторы до взаимодействия с площадкой например там может быть они какие-то часть элементов хранят там да на площадке не привозят это то есть у вас там из бюджета уйдет такая часть как там доставка можно серьезно сэкономить да 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 вот тем более может быть есть какие-то готовые решения для этой площадки да ну то есть посмотреть потому что это не всегда кот в мешке может быть наоборот площадка ценит что клиенту будет хорошо и он поможет найти декоратор здорово спасибо когда нужно обратиться к декоратору за сколько дней месяцев лет десятилетий до свадьбы когда это нужно сделать этот выбор на самом деле зачастую выбор происходит так да то есть молодожены они сначала может быть подали заявление может быть нет но они выбирают площадку они выбирают там ведущего фотографа и вот практически сразу после этого они начинают выбирать декоратора и чем раньше на самом деле выберет пара декоратора тем лучше потому что есть варианты когда декораторы разрабатывают концепт и им нужно будет создавать элементы да что-нибудь заказывать я не знаю из металлических конструкций ну то есть варить да это нужно рассчитать там нагрузку заказать человеку заказать да ну то есть здесь очень да есть разные варианты там что-то может быть из дерева что-то выпиливать вырезать это не происходит все за там два-три дня до или там ой закажу букет невесты на завтра нет ребяточки цветы нужно заказывать за две недели потому что иначе вы не попадете в нужный оттенок вы не закажете нужную там розу и и так далее ну то есть вы будете пользоваться тем что есть в магазинах на данный момент они то что заказали именно для вас вот поэтому даже ну то есть вот мы не берем например свадьбы если осталось меньше чем две недели но я сразу говорю что чем меньше срок подготовки декоратор и чем больше он тратит на это времени да тем дороже у него выйдут какие-то элементы соответственно дороже будет стоить декор но я считаю что в декоратору важно обращаться за полгода там за три-четыре месяца необходимо просто опять же затягивать не нужно да лучше не затягивать но в любом случае это не стоит делать там до выбора площадки да потому что естественно любой декор какой бы вы его себе в голове не нарисовали очень сильно отталкивается от площадки которую выбрали молодожены для своей свадьбы вот потому что нельзя сделать там все в красном цвете если вы выбрали там синий зал то есть это ну или это будет очень дорого и тогда лучше было выбрать синий зал да ну например да ну то есть чтобы не перестраивать не перекрывать все до площадку и тратить не очень-очень большие средства как понять что специалист который мне возможно понравился или мне его порекомендовали или я его в целом рассматриваю потому что я его нашел что это хороший специалист или это дилетант или это человек который испортит мне свадьбу как разобраться ну на самом деле я уже говорила о том что да что при выборе декоратора обязательно нужно смотреть визуальную составляющую и его портфолио нужно посмотреть какие свадьбы делал этот человек потому что в наших работах отражается все если вы видите до какую-то свадьбу и вы понимаете что здесь очень странные какие-то элементы там несоответствие чего-то то может быть стоит задуматься да может быть посмотреть еще специалистов обязательно смотрите на отзывы обязательно да я советую молодоженам потому что когда я невеста и жених видит прекрасное оформление у них вызывает это столько чувств и эмоций что они обязательно оставят отзыв соответственно здесь важно еще учитывать да вот сарафанное радио это тоже да какие-то элементы но на встрече как человек подает информацию то есть принес вам что-то посмотреть да там показать пощупать я не знаю но потому что есть люди которые тактильно да им нужно что-то вот потрогать например да может быть какие-то варианты различной бумаги да там текстуры тканей из которых там отшиты скатерти или салфетки да посмотрите как человек отвечает вам на сообщение быстро он это делает или там это происходит через неделю да ну еще здесь кстати есть такой момент если вы написали в два часа ночи а в девять часов утра вы спрашиваете а декоратора почему вы молчите ну да то есть все равно нужно к этому подходить достаточно адекватно декораторы спят 9 утра декораторы иногда спят иногда но соответственно у нас все равно до режим там нарушается летом особенно когда у нас есть какие-то то есть лучше тогда там звонить то есть насколько быстро человек отдает информацию до которую вы просите и в целом находится на связи и там контактен с вами и так далее вот ну и обязательно спросите у команды которую вы выбираете кого они могут вам посоветовать потому что в принципе хоть петербург это миллионник там города с множеством миллионов жителей сфера свадебных услуг она достаточно маленькая ну то есть все друг друга знают и все понимают как люди работают над какими проектами и если вы хороший профессионал то наверняка вас знает там фотограф которого выбрала пара там площадка может сказать а да вот эти ребята у нас работали да они ничего и там не испортили стулья остались там в порядке на нашей площадке там и так далее да то есть обязательно посоветуйте с командой которую с которой вы работаете они тоже обязательно подскажут вам на того специалиста до того вы специалиста выбрали или нет спасибо тебе огромное спасибо это замечательный день замечательная возможность пообщаться главное чувствуйте волшебство внутри себя